Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Июнь. Десятый святитель Иоанн, митрополит Тобольский, из я Сибири чудотворец в миру Иоанн Максимович. Родился в городе Нежине в 1651 году. У его отца Максима Васильевича и матери Ефросини было семеро сыновей, из которых Иоанн был старший. По окончании Киева Могилянской коллегии, позже преобразованной в Киевскую Духовную Академию, будущий святитель был оставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же, в 1680 году, он принял в Киево-Печерское обители монашество и углубился в подвиг внутреннего делания. С общего согласия братства молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того времени и раскрывается его исключительный талант красноречия и благодатные дарования. Он придавал особое значение внутреннему религиозному самопознанию. Сразу же определилась и главная тема его жизни – как человек должен свою волю согласовать с волей Божьей. Ее он развивало в проповедях и в своем последующем миссионерском служении. Ответом на нее явился труд, изданный в конце его долгой подвижнической жизни под названием «Иллиотропион» – «Подсолнечник», или «Сообразование человеческой воли с божественной волею». Из многочисленных творений святых отцов Православной Церкви оно наиболее полно отвечает на этот большой вопрос христианской сотериологии. В 1685 году его отправили с посольством в Москву. Там патриархом Иоакимом в 1674-1990 годы он был назначен наместником Брянского Свенского монастыря, подчиненного тогда Киево-Печерской лавре. Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский в 1695 году, не задолго до своей кончины, 1696 года, в память 5 февраля, назначил иеромонаха Иоанна архимандритом Черниговского и Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. Святитель Иоанн благоговел к памяти святителя Феодосия, веруя в силу его молитвенного представительства пред Господом, и по своей вере получил благодатное исцеление от тяжелой болезни по молитвам святителя Феодосия. В самый разгар болезни ему явился святитель Феодосий и сказал «Служи завтра и будешь здоров». На другой день святитель совершенно здоров и к удивлению всех отслужил божественную литургию. Чудо исцеления святителя Иоанна послужило началом честования святителя Феодосия как благодатного угодника Божия. 10 января 1697 года патриарх московский Сеаруси Адриан 1690-1700 год с соборами епископов Хиротонисал Архимандрита Иоаннова и епископа Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля. По вступлению в управление епархии епископ Иоанн создает при Черниговской архиерейской кафедре коллегиум, подобно Киевской академии, который по мысли святителя должен был украсить Черниговские Афины в школу просвещенного благочестия. Ввиду высокого уровня богословского образования и воспитания школа святителя Иоанна получила широкую известность. По существу это была первая семинария в России по образцу которой стали открываться духовные семинарии в других епархиях русской церкви. Тогда же святитель открыл типографию в которой он и его преемники издали много сочинений духовно-нравственного содержания. Жизнь святителя Иоанна светилась высокими добродетелями, особенно же смиренно-мудрием. Она отобразилась и в его творениях норовоучительное зерцало, алфавит, рифмами сложенной, богородица, дева, феатрон или позор норовоучительный, толкование на 50-й псалом, толкование на отче наш, осень блаженств евангельских, царский путь креста, богомыслие в пользу правоверных, хиноксарь о победе под Полтавой, путник, духовные мысли. В Чернигове в 1714 году святитель впервые издал и свой главный труд, написанный на латинском языке. Особенностью выпускников киевской школы было то, что свои сочинения они писали на классической латыни. Профессор Максимович в 1888 году перевел Илья Тропион на современный русский язык, издал вначале по частям в Черниговских и Пархиальных ведомостях, затем отдельной книгой. С его именем связан также латино-греко-российский лексикон. Известна связь святителей Иоанна со святой горой Афон. Он принимал особенно горячее участие в судьбе русских насельников святой горы, оказывал им существенную материальную помощь в те тяжелые годы. Сохранилась его архиерейская грамота в русском Пантелеймоновом монастыре, свидетельствующая об его отношении к святогорцам. 14 августа 1711 года святитель Иоанн по возведению в Сан-Митрополита прибыл на кафедру Тобольскую и Сия-Сибири. Святитель неустанно заботился о просвещении своей епархии. Там он продолжил дело, начатое в Чернигове. Усовершенствовал школу, открытую его предшествия знаменитым миссионером, митрополитом Филофеем Лещинским, умершим в 1727 году. Продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири, обратил ко Христу многие тысячи людей. В 1714 году святитель Иоанн отправил в Пекин миссию во главе с архимандритом Иларионом Лежайским. В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу, использовав созданную в Чернигове типографию. К тому времени относятся издания митрополитом Иоанном или Атропиона на славяно-русском языке, чтобы и его понимали и сибиряки. О жизни святителя в Сибири летописец говорит, был тих, скромен, благорассудлив, обедок сострадателем, милостив. Часто он помогал людям, тайно иногда в одежде простого инока приносил в дома нуждающихся щедрую милостью со словами «Примите во имя Иисуса Христа». Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждавшихся в помощи и слове утешения. Даже в день представления 10 июня 1715 года святитель Иоанн после божественной литургии, как это было в обычае у него и раньше, устроил в своем доме трапезу для духовенства и бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись со всеми, святитель удалился в свои покои и во время благовеста к вечернии скончался в молитве, стоя на коленях. Святитель был погребен в пределе святителя Иоанна Златоуста Тобольского Успенского Софийского собора. Святитель Иоанн издавна чтится в Сибири. Ввиду многочисленных чудес и давнего местного почитания памяти святителя Иоанна, в 1916 году церковь установила всероссийское празднование в день представления святителя к Богу 10 июня. В памяти святителя Иоанна бережно хранят сибиряки и все верующие русские люди. Он и поныне почивает в Тобольском соборе покрова Божьей Матери. Служба ему была переиздана по благословению святейшего патриарха Алексея митрополитом Варфоломеем Городцовым в 1947 году в городе Новосибирске. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин